В ближайшие 5-7 лет мы будем удваиваться каждый год. Купить что-то, маркетплейс, это настолько уже вошло в привычку у простых людей. А было время, когда нормой был дефицит или товар из-под полы. К нынешнему поколению молодых людей даже сложно будет объяснить смысл этих понятий. Все меняется так стремительно, что не исключено, что актуальность традиционных супермаркетов будет сходить на нет. Может быть не в ближайшие 10-20 лет, но что точно будет меняться, так это правила игры на рынке торговли. Ритейлеры еще диктуют свою волю предпринимателям. Хочешь на выгодные полки, плати, желаешь продать товар, договаривайся с нами по цене. Однако у малого и особенно микро бизнеса появилась мощная альтернатива. И имя ей маркетплейс. Тебе там не нужно выставляться на какие-то там особенные полки, чтобы ты всегда был там перед кассой или рядом с кассой. И тебя там будут задвигать. Или объем там обеспечить. Да, а ты будешь платить там деньги, а с тобой будут рассчитываться там через 3 месяца и прочее. Это всегда очень-очень большой нагрузкой ожилось на производителя товаров. Огромные плюсы и для потребителей. К примеру, вам нужна какая-то безделушка или специальная вещь. Будете наматывать километры в поисках ее в торговых центрах? Да нет, конечно. Закажете через интернет, через маркетплейс. Для многих начинающих предпринимателей, микробизнеса, тех же самозанятых – это огромный шанс. Лилия Насибулина, детский психолог по специальности, так нашла свое призвание. Она вместе с мужем производит вот такие тренажеры для детского развития. Реализует продукцию через электронную торговую площадку. На стадии продвижения ей хорошую помощь оказали в фонде поддержки и предпринимательства. Говорит, многие вопросы по работе с клиентом отпали сами собой. Многие моменты упрощены, и особенно доставка. Потому что вопрос был – все нравится, все устраивает. Начинаем говорить о доставке. Там либо цена не устраивает, там либо время, либо неудобно в это место подъезжать. Наша задача – научить предпринимателя. То есть, хорошо, мы тебе сейчас на начальном этапе помогли, показали, как создать товарную карточку, как нужно сфотографировать товар, что лучше выбрать. А уже дальше мы рассчитываем на то, что предприниматель подхватит условно эту волну и дальше будет развиваться и продвигать свои товары. Это карта мира, это заказ с площадки, это штуки для фотосессий, это подставка для телефона. А сейчас риторический вопрос. Мог бы начинающий предприниматель Эльнур Садыков со всей своей этой продукции договориться о поставках с какой-нибудь крупной торговой компанией? Еще раз скажу, вопрос скорее риторический. На маркетплейсах Эльнур всего месяц небольшим, и, как говорится, процесс пошел. Я пока разместился около месяца назад, в продаже было 6 или 7 заказов. Там есть чеки и за 670 рублей, помню, и за 12 тысяч. Освоить правила работы на маркетплейсах несложно, говорит Эльнур, но помощь от государства точно лишней не будет. Ему помогли. Это несложно, это долго будет. Но для предпринимателей это всегда важна скорость. Быстрее изучить, разместиться и первопродажа, что пошли. Костюмчики. Такой глобальный, пока еще малоосвоенный российским малым бизнесом, рынок электронной торговли пока вбирает в себя любые предложения. Деревянный декор, развивающиеся игры, любая мелочь. В топе самых популярных позиций одежда, обувь, детские товары, книги, электроника, товары для дома. Тимур Хуснеяров также хочет быть в тренде. У нас там заказы из Центрального федерального округа, Приволожского федерального, даже сибиряки некоторые заказывали. Потому что это говорит о том, что татары есть везде. На этой оптимистичной ноте можно было бы и закончить, но есть свои подводные камни и в этом деле. Часть из них мы уже озвучивали в прошлых выпусках нашей программы «Семь дней». Сегодня мы бы хотели обратить внимание на то, как идет доставка товара предпринимателей на склады крупнейших российских маркетплейсов. Предприниматель, производитель модной халяль-одежды и других аксессуаров Эльдар Зиганшин любезно согласился поучаствовать в эксперименте. Допустим, вот коврик для намаза, да? Вот коврик для намаза. Вот он отдельно. И в конечном итоге он запечатывается. Получается своя бирочка у него, наша внутренняя. И плюс штрих-код, который будет считываться уже непосредственно в маркетплейсе. Мы загружаем три коробки с товаром, везем их на склады. Сначала на площадку одного известного российского маркетплейса. Первое, на что обращаем внимание, работают склады в круглосуточном режиме. И шлагбаум откроется. Угадал. Теперь мы смотрим вот электронное табло справа от нас, высокое. У нас номер машины 226. И мы смотрим, вот мы появились. В самом низу написано 226, а Н, наши буквы 59-е ворота. Вся операция заняла у нас буквально несколько минут. Зафиксируем этот результат и отправляемся на другую площадку, можно сказать, по соседству. И сразу первая неприятность. Нужно попасть в определенное временное окно. Я пошел делать пропуск. Один, а потом будет пропуск второй. То есть тут уже более бюрократично. То есть вот такая вот есть пропуск. Вот видите, согласование на разгрузку. 24-е сегодня, с 9 утра до 10, то есть ограниченное по времени. На оформление пропуска, а главное ожидание, в своей очереди уходит не меньше получаса. Каждый раз одна и та же история, и мы, к сожалению, вот никак на нее повлиять не можем. Мы уже пришли вот к такому мнению, что нужно, да, кому-то уже обратиться и просто поинтересоваться. Возможно, я больше чем уверен, что, возможно, директора, они просто-напросто не знают, что происходит, может быть. Потому что, ну, сейчас никто из них заинтересован вот таких вот. Хотя вот перед нами машина, которая раньше приехала, и им выделили место. Все это кому-то может показаться мелочью, но ведь именно из таких нюансов и формируется общий инвестиционный климат в Татарстане. Мы набрали неплохой темп электронной коммерции, и хорошо бы, чтобы нас ничто не тормозило. Тимур Бекморзин, Андрей Ключников и Роман Безменов. 7 дней. Субтитры создавал DimaTorzok